Пятница 21 июля 2023 года на острове Уайт. У нас сегодня плюс 15 с утра. А я продолжаю радовать моих зрителей красотами острова Уайт и с высоты птичьего полета, и вот со второго этажа автобуса. Нас с вами на сегодняшний день уже 75 688 человек. Приветствую всех своих новых подписчиков, друзья, которых прибавилось больше тысячи за неделю снова. И я очень этому рада. Также я, конечно же, приветствую моих постоянных зрителей, с которыми мы уже практически стали родственниками. Как вы знаете, со многими из моих подписчиков я уже переписываюсь. Многие приезжали ко мне на остров. И вот, кстати, этим летом у меня гостило несколько человек из моих подписчиков, которые живут здесь в Англии. Меня это очень-очень радует. Ну и ещё, конечно же, я хочу заметить, друзья, давайте всё-таки, те, кто смотрит мои видео без подписки, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Я бы хотела всё-таки достичь 100 тысяч подписчиков к моему юбилею к 17 августу, когда ровно 6 лет будет моему каналу. Сегодня у меня речь пойдёт снова об англичанах, друзья. В прошлом своём видео я рассказала вам историю, как я там бродила и прыгала по камням по наводке одной местной англичанки, которая меня направила абсолютно непроходимой тропой. Это, наверное, такой английский юмор, я уж не знаю. Но вот так вот пошутила надо мной. Но, вы знаете, не все такие вредные англичане бывают. Вот я хотела бы сейчас вам показать ещё одну мою встречу, очень случайную, но тоже очень интересную. Давайте мы посмотрим, как это неожиданно всё началось. И потом я небольшой диалог, который я успела снять, вам переведу. Чья-то частная территория, private, всё здесь закрыто, видите. И малюсенький домик, но очень красивая сделана из дерева. Такая фигура, два дельфина, ребёнок и мамочка. А дальше сейчас посмотрим, куда мы здесь с вами сможем зайти. Да, к сожалению, здесь всё это private, частная территория. И вы знаете, тоже вот интересно, что я показываю вот такие вот домишки, сарайки на берегу моря, мне говорят иногда в комментариях. Ой, да у нас такие на дачах. Ой, да у нас там всё так хорошо. Во-первых, я скажу, что я очень рада за вас, что у вас всё прекрасно и замечательно. А во-вторых, это же тоже домики, летние, временные, дачные. Конечно же, никто здесь постоянно не живёт. Россия? Да, вы правите. Почему я сразу понимаю, что я в России? Потому что вы были немного кейджей. Что это кейджей? Кейджей означает, что вы немного нарушаете меня. А, я понимаю. Возвращается правильно? Да, правильно, я вначале в России, но иногда не хочу сказать об этом. Абсолютно. Потому что сейчас это ужасно. Это то, что кейджей означает, что ты не встал. Да, я никогда не знала. Я чувствую себя, как сейчас, когда иногда спрашивают меня, потому что это мой акцент, конечно, я не изначально английский. Я сейчас имею британский паспорт, но в любом случае я изначально русский, и без проблем я скажу, что я русский, но сейчас я не хочу сказать. Это не комфортно, да? Это ужасно. Это не только для меня, это для моей семьи, потому что моя семья, и это то, что происходит сейчас. Боже мой, ты чувствуешь себя. Ты чувствуешь себя, да? Вот такой разговор у меня произошел с этой англичанкой. Я смогла записать лишь только немного этого разговора. К сожалению, меня там было слышно больше, чем англичанку, потому что камера в руках у меня, и микрофон, конечно же, рядом со мной. Ну вот, те, кто знает английский, наверное, поняли наш разговор. Те, кто не знает, я постараюсь вкратце перевести. Когда я показывала там эти дачные домики, она увидела меня в окошко и помахала мне, и вышла ко мне поговорить. И вот так вот разговор наш и завязался. И, конечно же, как обычно, она поняла по моему акценту, что я не англичанка, и она сразу спросила, Where do you come from? Откуда я буду? И я, знаете, как обычно теперь начинаю отвечать, Take a guess, то есть попробуйте догадаться. И она тут же сказала, Русская. Я очень удивилась. Я говорю, Да, а как вы так сразу догадались? И она ответила довольно интересно. Она сказала, Я увидела, что вы cages. Вот по-английски она сказала cages. Я никогда не слышала такого слова. И, кстати, я попыталась написать это слово, и я не знаю, как оно пишется. Я не поняла все-таки, как оно переводится. Может быть, кто-то мне поможет. Я поняла, что она имеет в виду, потому что она очень хорошо объяснила. Типа того, что я стала сомневаться, cages. Вот она показала колебаться, что-то типа того. То есть вот эта английская женщина, она оказалась очень проницательной. И она оказалась абсолютно в теме, потому что чем больше мы с ней разговаривали, я вот, к сожалению, знаете, как-то всё-таки стесняюсь. Во-первых, я не показала её лицо. И я так включила камеру, но не направила ей в лицо. Очень симпатичная англичанка. Ей, как она сказала, 65 лет. Вот она здесь приехала немножко отдохнуть. Вообще она сама живёт в сандауне. И она сразу мне предложила свою дружбу и свою помощь во всём. Она сказала, что она очень понимает меня и мою ситуацию. И говорит, что ей самой пришлось несколько лет жить во Франции. И бывало такое, что люди как-то неадекватно реагировали на то, что она англичанка. Ну вот, понимаете, тоже я хочу этим сказать, что англичане, как и любые люди, они все разные. Я почему на этом останавливаюсь так подробно? Потому что многие у меня спрашивают, многим интересно, как сейчас стали относиться в Европе к русским людям, к русскоговорящим, скорее всего. Ну вот и получается, что все относятся по-разному. Но, как я вижу на себе и как я ощущаю по себе, что в основном люди относятся доброжелательно и с пониманием. В общем-то, вот как-то, вы знаете, это радует, что больше всё-таки адекватных людей, которые, несмотря ни на что, остаются людьми. Я надеюсь, что и среди моих зрителей в основном такие люди. Ну а с этой милой английской леди мы сразу обменялись телефонами после нашей первой встречи. И она уже успела мне позвонить. Она пригласила меня на кофе. Мы с ней посидели также и в кафе. Ну вот она сказала, что обязательно я вас приглашу ещё к себе. Но сейчас я уезжаю в Уэльск к своему сыну, наверное, до конца лета. Так что, если мы не потеряемся в этой жизненной суете с этой симпатичной женщиной, я обязательно расскажу вам продолжение нашего знакомства. Ну и в конце я хочу поговорить снова о возрасте и о внешности. Почему я хочу об этом поговорить? Ну потому что, вы знаете, иногда, опять же, встречаются такие зрители, которые начинают обсуждать мою внешность. Вот когда я показала вот эту фотографию со своей знакомой, совсем недавно она ко мне приезжала с мужем сюда на остров. И мы сделали несколько фотографий. Так вот, как только не обсудили и меня, и Татьяну. Почему мы так одеты ужасно, как будто мы грядки пошли пропалывать. Почему мы так себя запустили? Почему мы такие неухоженные? Вот я вот слушаю все это, читаю, друзья, и я думаю, откуда берутся такие люди, мне интересно. Дальше, как говорится, посмотри на себя в зеркало, прежде чем кого-нибудь обсуждать. Интересно бы мне было посмотреть на этих женщин, которые такое пишут. Как уж они там выглядят, я не знаю. Но вот на этой фотографии хочу еще раз напомнить, что мне 68, а Татьяна праздновала свое 65-летие. Все, вы знаете, выглядят очень по-разному в этом возрасте. Единственное, что хочу заметить, что время не щадит никого. И если это пишут женщины молодые, то, как говорится, не успеете оглянуться, как и сами станете скоро такого же возраста. И тогда будет интересно посмотреть на вас. Я нашла специально для вас одно видео, где показано, как возраст меняет внешность людей. Давайте посмотрим и поговорим об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Да, время безжалостно и неумолимо. И, наверное, все хотели бы оставаться молодыми. Возможно, что люди изобретут таблетку молодости и бессмертия. И, возможно, это будет даже на нашей памяти. А сегодня то, что есть, то есть, все выглядят по-разному и все ощущают себя по-разному. И вы знаете еще, что хочу сказать. Вот в Европе так не обращают внимания на возраст, как у нас там в странах бывшего Советского Союза. Здесь это даже называется эйджизм от слова эйдж, возраст. И считается очень некультурным, неприличным, оскорбительным, когда людям указывают на их возраст. Давайте, друзья, мы как-то тоже будем помнить об этом. А на сегодня у меня для вас все, друзья. Ставьте лайки, кому понравилось, или дизлайки, кому не понравилось. Пишите ваши комментарии, отзывы, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много необычного и интересного впереди. Всем удачи, всем добра, всем позитива. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok